Воскресенье у нас будет Анит, 17-е Томуза, дай Бог, чтобы его не было, пришел Масчасты в Кену, но если он еще до этого не придет, говорит Рамбам так, что есть дни, в которые постится весь еврейский народ из-за страданий, которые случилось в эти дни. Для чего эти посты нужны? Не чтобы мучить нас, а для того, чтобы пробудить наши сердца и открыть пути чувы, чтобы мы вспомнили свои нехорошие дела, дела наших праотцов, которые были такие же, как наши, для того, чтобы привели к тем страданиям, которые мы получили. И в память об этих страданиях, чтобы мы проснулись, пробудились и вернулись к человеку, написано, мы должны признаться в своих грехах и в грехах своих прародителей. Одно из объяснений это наше предыдущее гигулим, наше пребывание в этом мире в предыдущей жизни. Говорит Бог в пророке Захария, что пост 4, 5, 7 и 10 месяца будут днями радости и веселья для еврейского народа. Что за пост 4 месяца? Если мы считаем месяца от месяца Ниссан, то месяц Томуз, он 4 месяц. Поэтому 17 Томуз, это пост 4 месяца, 9 Ава, пост 9 месяца, то и так далее, пост 7 месяца и Асарабет Бетевет, пост 10 месяца. Все, кто их соблюдает сегодня, без радости, с приходом Мошер, будут их праздновать как праздничные дни. Пять трагедий случилось 17 Томуз. Почему мы постимся? Первое. В этот день, когда Мошер Абену спустился с горы Синайя, он увидел, что евреи сделали золотого тельца, и в этот день Мошер Абену разбил скрижали. Второе. В этот день прекратились постоянные жертвоприношения Курбан-Тамид в Бет-Амикдаше. Третье. В этот день, во время второго Бет-Амикдаша, была пробита крепостная стена вокруг Иерусалима. Четвертое. Апостомус Араша сжег в этот день Сефер Тору. И пятое. В этот день в Бет-Амикдаше, еще когда он стоял, поставили идола. Поэтому в память об этих пяти трагедиях, которые случились 17 Томуза, мы постимся в этот день. Говорит Аллаха, все обязаны поститься в эти четыре поста, и никто не имеет права ломать забор, который установили нам мудрецы. Но маленькие дети, то есть девочки меньше 12 и мальчики меньше 13 лет освобождены от этого поста. Даже если уже им 8, 9, 10, 11 лет и 12 лет, и они понимают, что такое бет-Амикдаш, и мальчики 12 лет, девочки 11 лет понимают, что такое бет-Амикдаш, траур по бет-Амикдашу. И даже если они хотят устрожить закон и поститься, мы говорим, вы должны кушать. Мы не разрешаем детям меньшего возраста Бат и Бат-Митвы в эти посты поститься. Кроме этого, человек, который болеет, и его болезнь даже не опасна для жизни, он от этого поста освобожден. Потому что там, где есть болезнь, мудрецы не постановили постов. Даже человек, который болел, и он выздоровел, но он еще слабый, и если он будет поститься, он вернется к своей болезни, он тоже от этого поста освобожден. Эти посты все, кроме 9-го Ава, начинаются утром, с восходом солнца, с утренней зарей вернее, и до вечера выхода звезд. 9-ая Ава начинается с вечера и продолжается 24-25 часов. Ведера зашем прадожжем завтра. Баруха Домной לעולם. Амин. Амин.